МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Нечеловеческая жестокость. Двухлетнего ребенка сожгли в печи в Дальнеконстантиновском районе. Парковок в Нижнем Новгороде станет больше. Где в столице Приволжье можно будет оставить автомобиль? Всполошил весь город. 14-летнего кадета искали полицейские и волонтеры. 22 февраля 2014 года. Жители планеты вновь готовятся к концу света. О, боже, какой мужчина! В Международный день мужчин в Нижегородке составили портрет своего. Об этих и других событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. В студии Екатерина Пескунова. Здравствуйте. В Дальнеконстантиновском районе, в деревне Ноченье, по предварительным данным, был жестоко убит двухлетний мальчик. Ребенок был сожжен в печи. Обгоревшее тело обнаружил отец, когда пришел в дом знакомого, где находились в гостях его маленький сын и жена. В этот момент супруга и приятель были в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Подробности у Оксаны Васильевой. Эти места, все, где мышцы, все сгорело практически до костей. Это когда я увидел, да, вот я, я бы, я ничего, даже не, я сразу выбежал и к ним, даже телефон нет, к ним, говорю, позвоните в милицию, вот там так. Как рассказывает 56-летний отец погибшего ребенка Владимир Баранов, в роковой вечер его гражданская супруга Софья ушла гулять с двухлетним Витей и долго не возвращалась домой. Когда сильно стемнело, мужчина забил тревогу и пошел искать жену по соседям. Супругу пришлось выбить ногой дверь в доме знакомого, где могла быть Софья. Внутри муж застал ее в постели с 54-летним любовником Владимиром Абрамовым. Оба были в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. После события напоминали фильм ужасов. И вот так раз по комнате, и там вот, где печка, углу, смотрю, его шапочка лежит, в которой он этого, поднимаю куртку Сонькину, подниму его куртку. Думаю, здесь, начинаю кричать, его нет. Я сразу в печку. Печка закрыта, я так открываю, раз. Он сидит вот так вот у печки, он сидит, весь обгоняющий, да. Я вот так вот сел перед ним, погладил, говорю, видите, прости. А вот я смотрю, мне кажется, он улыбается, понимаете. Сожженное тело было внизу печи, в нише для дров. Позднее следователи обнаружили на теле ребенка травму головы. Возможно, пьяная мать или любовник ударили ребенка и после решили избавиться от тела и уничтожить улики. А просить находящегося в доме хозяина и мать ребенка по горячим следам не представилось возможно, потому что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время следователи работают с фигурантами и выясняют все обстоятельства, произошедшие трагедии. В деревне Ночени говорят, что семью нельзя назвать неблагополучной. У семейства есть своя ферма, где разводят свиней. У супругов есть еще один общий новорожденный ребенок. И, как говорят соседи, Владимиру Баранову приходилось не только тянуть на себе хозяйство и воспитывать детей, но и воспитывать молодую супругу, с которой он прожил три года. Ой, семья у нас пьет и бегает. И не один раз она и в лодке маленькой ее уставляла. Там их еще один маленький. Его забрали. Довали три месяца тому маленькому. По словам социальных работников администрации города, семья считалась не совсем благополучной только из-за условий жилья. Дом не в самом лучшем состоянии. Но мать, как говорят сослужащие, всегда хорошо обращалась с детьми. Навещали детей. Продукты, питание всегда были. В доме было тепло, сухо, хорошее. Ремонт, конечно, нужен в доме. Пока судьба второго ребенка неизвестна. Социальная служба не может дать ответ, останется он с отцом или нет. Известно только то, что новорожденный сейчас находится в больнице. Сейчас оба подозреваемых находятся в отделении полиции и допрашиваются. Расследование продолжается. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Оксана Васильева, Алексей Соколов, Служба новостей «Город». Еще один случай жестокого обращения с ребенком произошел уже в Нижнем Новгороде. В Сормовском районе в насильственных действиях над трехнедельным ребенком подозревается 29-летний отец. В ходе ссоры между супругами мужчина схватил проснувшегося малолетнего ребенка, взял его на руки, вышел с ним на лоджию и умышленно уронил на ящик с инструментами. В результате трехнедельному малышу были причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящий момент ребенок вместе с матерью находится в детской больнице. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Теперь к другим темам. Парковок в Нижнем Новгороде станет больше. Департамент градостроительного развития и архитектуры города определил площадки для строительства многоуровневых стоянок. По каждому району подготовлены схемы с конкретными земельными участками. Новые парковки будут строиться не за счет городского бюджета. Поэтому сейчас одна из главных задач для администрации Нижнего Новгорода – это найти потенциальных инвесторов. Для них предлагают участки в районе Лыковой дамбы, на Казанской набережной и на улице Малиновского под площадью Свободы, и улице Доргомышского. К этим территориям уже проявила интерес одна немецкая компания, которая разрабатывает проекты перехватывающих парковок в Москве и Московской области. Правда, среди нижегородских фирм, желающих вложить средства в строительство стоянок, пока откликов мало. Мне интересно, скажу так прямо, инвесторам входить на этот рынок по строительству парковочных мест. Одна из причин, почему им не интересно, это не только себестоимость большая, связанная и с получением земельных участков, да, и со строительством, но и принципиально, что жители города на сегодняшний момент не высказывают большого желания ставить в 100-150 метров от своего дома машины в организованные парковочные места. Эти парковки будут платными, потому что необходимо конфетировать затраты на содержание стоянки. Но, как пообещали в город администрации, стоимость будет минимальной. Предполагается, что уже в следующем году инвесторы станут известны, и пилотный проект строительства многоуровневых парковок будет завершен. Подробнее ознакомиться со схемами и местами для стоянок можно на официальном портале городской администрации. Электронный адрес сейчас указан на экране. Уникальный пожарный автомобиль «Поток» испытали в Нижнем Новгороде сотрудники МЧС. Учения прошли успешно, и, как говорят сами спасатели, теперь нам может позавидовать любой город России. Ведь такого автомобиля больше в нашей стране не найти, и даже в мире их насчитываются единицы. Автомобиль будут использовать во время пожаров на объектах, доступ к которым ограничен, а также во время стихийных бедствий, аварий и катастроф. Забирать воду техника может с высоты до 60 метров, а мощность насоса позволит тушить пожары одновременно пятью пожарными стволами. Для учений выбрали метромост, так как он является самой высокой переправой в Нижнем Новгороде. Во время испытания пришлось ненадолго остановить движение в сторону заречной части. По словам спасателей, новый пожарный автомобиль позволит им работать намного быстрее и эффективнее. Особенность является то, что нет привязки к пожарной технике, к самой, чтобы не было раньше. То есть здесь насос находится отдельно, который на расстоянии 60 метров может где-то отдельно устанавливаться, с помощью него производится забор воды. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Всполошил весь город. 14-летнего кадета искали полицейские и волонтеры. 22 февраля 2014 года. Жители планеты вновь готовятся к концу света. О боже, какой мужчина! Международный день мужчин в Нижегородке составили портрет своего идеала. Я напоминаю, вы смотрите службу новостей город. Всполошил весь город. 14-летний кадет ушел утром 18 ноября в школу, но мало того, что до своего учебного заведения не дошел, но и не вернулся домой вечером. Родители написали заявление в полицию, но ночные поиски успехом не увенчались. К розыску подключились и нижегородские волонтеры. Подробнее в сюжете Марии Беловой. До своей кадетской школы в понедельник подросток так и не дошел. Последний раз его увидели дома в 7 часов утра. Не вернулся он домой вечером. Именно тогда родители забили тревогу и обратились в полицию. Друзья и одноклассники заверяют, это на него не похоже. Среди прогульщиков кадет-семиклассник не числится. Из дома раньше не убегал. Наоборот, учился хорошо, занимался легкой атлетикой и даже прыгал с парашютом. Его старший товарищ, командир взвода, сейчас помогает в поисках, обзванивает друзей и знакомых. Говорит, подопечный, несмотря на трудный возраст, был человеком неконфликтным. В школе его никто не обижал, и эту причину отмели сразу. По словам правоохранительных органов, родители правильно сделали, что сразу обратились в полицию. Поиски начали тут же, но в ночное время сделать это не так просто. Были подняты силы отдела, силы управления соседнего района, 4-го московского управления по городу. Были созданы поисковые группы, были проверены подвальные помещения, чередачные помещения, ближнележащие дома, ну, конечно, патрулирование ближнележащих улиц и соседних районов. Но в течение ночного времени ребенка найден не был. В поисково-спасательном отряде волонтеры уже составили так называемые ориентировки. Сейчас идет поиск добровольцев, листовки будут расклеивать по всему городу. По словам спасателей, эта мера одна из самых действенных. Бывает даже так, что пропавший ребенок видит листовку со своим изображением, понимает, что на его поиски бросил силы почти весь город и возвращается. Все равно вредно и опасно. То есть ребенок на улице может попасть в любую ситуацию. Это может быть плохая компания, он может попасть там под колеса транспорта и так далее. То есть в любом случае его нужно находить и возвращать домой. А там уже разбираться с родителями, с психологами и так далее. Спасатели осваивают новые технологии. На подобных листовках теперь будут изображать QR-коды. Считав информацию на них с помощью смартфона, всегда можно будет увидеть фотографию. Если на улице встретите похожего человека, чтобы сравнить с пропавшим. Уже ближе к вечеру стало известно, что подросток сам вышел на связь со своими родителями. По информации поисково-спасательного отряда «Волонтер», сейчас он находится дома. Причину такого поведения своего сына родители предпочли не разглашать. Мария Белова и Алексей Соколов, служба новостей «Город». Продолжаем выпуск. Жители планеты вновь начали готовиться к концу света. Когда он будет, а также о других новостях, коротко далее расскажет Юлия Рябова. Нарушенные из-за сильного ветра электроснабжения в Нижегородской области полностью восстановлены. Ремонтные работы завершились 22 часам понедельника. Отмечу, что из-за непогоды без света также остались жители Ивановской и Владимирской областей. Технические нарушения устраняли 113 ремонтных бригад. Это почти 400 специалистов. Филиал «Нижновэнерго» был переведен на повседневный режим работы только в 8 утра вторника. Прокуратура Нижегородского района добилась ремонта дорог на улицах Грузинска и Хохлова. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. На указанных дорогах асфальтовое покрытие не соответствовало требованиям ГОСТа. Там были выявлены многочисленные ямы и повреждения, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями выполнить ремонт дорог на улицу Грузинской и Хохлова. Во время рассмотрения дела администрация города добровольно устранила имеющиеся повреждения, в связи с чем производство по делу было прекращено. Совсем скоро у школьников может прибавиться учебы. Список обязательных предметов ЕГЭ планируют расширить. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию Ирина Мануйлова заявила, что только двух обязательных предметов, которые сдают школьники, недостаточно. По ее словам, подобная ситуация привела к тому, что часть старшеклассников отказалась от изучения некоторых предметов в выпускных классах. Однако одного увеличения числа обязательных экзаменов недостаточно. Как отметила Мануйлова, если реформа будет, то она повлечет за собой изменения всей системы образования. Любители мистики озвучили новую дату конца света – 22 февраля 2014 года. На этот раз всемирную катастрофу предсказывают по календарю викингов. Скандинавское предание гласит, что как только бог Один будет убит волком Фенриром, падут все боги. Но после этого на земле уцелеют два человека, которые дадут жизнь новой цивилизации. В Европе к этой дате уже начали подготовку. Там проводят развлекательные мероприятия. В Нижний Новгород приедет ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. В столице при Волжье известная блондинка откроет свой магазин. Всех пришедших на мероприятие гостей ждут шоу-программа «Подарки и шампанское». Нижегородцы могут встретиться с Ольгой Бузовой 23 ноября в 16 часов в торгово-развлекательном центре Рио по адресу Московской шоссе 12. У меня на этом все. Это был короткий обзор новостей вторника, 19 ноября. 19 ноября во всем мире отмечают Международный день мужчин. Одни предпочитают голубоглазых блондинов, другие – высоких брюнетов. Главное, чтобы мужчина оправдывал звание сильного пола. Екатерина Вологина решила выяснить у Нижегородок, какой он идеальный мужчина. В Международный мужской день мы решили выяснить у Нижегородок, как выглядит идеальный мужчина. Чтобы помочь дамам сделать свой выбор, мы предложили взглянуть на портреты самых известных людей города и мира. На портретах нижегородские политики, губернатор Нижегородской области Валерий Шансов, глава города Олег Сорокин и глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Из российских звезд – певец Дима Билан, актер Гоша Куценко и король эстрады Филипп Киркоров. Из зарубежных красавчиков – актеры Брюс Уиллис, Брэд Питт и футболист Дэвид Бэкхам. Вначале нижегородские девушки выбрали самую интересную мужскую прическу. Прическа мне нравится, как у Дэви Бэкхама. Вот у него вообще все идеально – и улыбка, и глаза, и прическа. Вот он мне очень нравится. Прическа у Бэкхама и, возможно, форма лица. Затем нижегородки признались, чьи глаза они хотели бы заглянуть. Самые красивые глаза у Брэда Пита. У него красивые глаза, взгляд. Вроде вместе глаза Филипп Киркоров. Выбрали нижегородки самый аккуратный нос. Олег Кондрашов – нос. Нойте, нос Дима Билана. Идеальный нос. Дима Билан. Нижегородки назвали самую обаятельную улыбку. Улыбка, как у Олега Кондрашова. Самая красивая улыбка будет... Наконец, девушкам предстояло выбрать лучший овал лица. Овал лица – Валерий Шанский. Ты красавчик. Брёс увелись? Да. Портрет идеального мужчины готов. Самой интересной прической оказалась прическа футболиста Дэвида Бэкхэма. Проницательный взгляд у Брэда Пита. Аккуратный нос у Димы Билана. Обаятельная улыбка у Олега Кондрашова. И, наконец, идеальный овал лица у Брюса Уиллиса. Осталось не растеряться, увидев такой идеал на улице. Екатерина Вологина, Николай Хлобыстов, Служба новостей «Город». Теперь о том, чем сегодня жила всемирная паутина. Во вторник в интернете нижегородцы представляли, каким же будет наш город спустя много лет. А также негодовали о том, что правила дорожного движения едины не для всех. Сегодня нижегородцы активно обсуждают видео с камеры регистратора. На съемке хорошо виден выезд автомобиля администрации с машиной сопровождения на полосу встречного движения. Автомобиль с легкостью миновал скопившуюся пробку и был таков. Чиновникам закон не писан. Негодуя комментирует видео пользователь Рунета. Поделился новостью пользователь Ньюс НН. На бетонных стенах возле Нижегородского института радиотехники горожане нарисовали, каким они хотят видеть наш город через несколько десятков лет. Креативные решения и интересные предложения вы видите на своих телеэкранах. Поделился фото пользователь Алена Ужова. Очередную нестандартную рекламу в виде красочного граффити разместил один из сотовых операторов нашей страны. Постречать такое чудо можно на стене дома на улице Бекетова. Поделился фото пользователь Анна Клюева. На что только не готовы пойти хозяева ради комфорта своих домашних питомцев. Вот и одна Нижегородка решила ни в чем не отказывать своей любимой собаке, купив ей модные кеды. В такой обуви теперь на улицу выйти не стыдно. Поделился фото пользователь Минисвит. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поделился фотографией новогодней елки, которая будет радовать горожан на площади Минины и Пожарского во время новогодних торжеств. Главная красавица города растет в Борском лесничестве, и ее высота достигает 17 метров. Появится же она на главной площади города уже 15 декабря. Ваши отчеты также могут дополнить наш эфир, но для этого нужно подружиться в соцсетях. Все адреса сейчас указаны на экране. На этом у меня все. Если вы стали свидетелем интересных событий и сняли их на свой сотовый или видеокамеру, звоните к нам в редакцию 217-01-71. Я также напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Сразу после нашего выпуска смотрите фильм «Тормоз». Я же Катерина Пескунова с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на Первом городском. И не пропустите наш следующий выпуск в 22.30.